Суровые мужчины в форме разных родов войск – это яркие представители Ивановского казачества. Раз в год казаки региона хотят собираться, чтобы обсудить проблемы и поговорить о развитии своего этнодвижения. На первый слет приехали атаманы и казаки с Шуи, Кинишмы, Ильинского и Иванова, как взрослые, так и подростки, воспитанники кадетского корпуса. В своей истории казаки очень гордятся. Когда начинают задавать вопрос, кто такие казаки, откуда они взялись в Иваново, я всегда всех направляю к старинным русским былинам. Как князь Владимир обращался к Илье Муромцы, ой да старый ты казак Илья Муровец. А как известно, Муром и село Карачарова совсем недалеко отсюда, и все это, и Иваново в свое время входило во Владимиросуздальскую губернию. По сути, по берегам реки Оки, как и Волги, тоже жили казаки еще в те древние времена, и они были пограничниками. Только история их стала называть почему-то богатырями. Современных богатырей в Иванове около сотни. Казачество небольшое, но очень дружное. Каждый воспитывается на основах православного патриотизма. Пошел приход казачества, казаков, после того кончились события на Украине. Все поняли, что нужно объединяться. Мы не можем жить по отдельности. Мы не можем жить кто-то там в одной стороне, кто-то в другой стороне. Если мы не объединимся, значит, в конце концов, будет такая же ситуация, как и на Украине. Мы этого не хотим допустить. Казаки создали Россию, рассказывают участники слета. История помнит казака и покорителя Сибири Ермака, морехода Семена Дежнева и следователя Тимофея Хабарова. Молодое поколение казаков старшие товарищи хотят воспитать таким же доблестным. Мы должны воспитывать нравственно, духовно и физически. Для того, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Чтобы они знали, что они хотят в жизни. Смотря на то, что творится на Украине, где брат стреляет в брата, сын в отца. Будут знать друг друга лучше. Они у нас изучают военно-прикладные виды спорта. Внимать в руководственном уровне. Ивановцы должны знать, что казачество существует и активно развивается, рассказывают участники слета. Горожане могут быть спокойны за свою безопасность. Исторического предназначения воинов-защитников казаки не растеряли. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.